Всем привет! Время 9.39, я только встаю с постели, но проснулась я уже давно, почему-то сидела в телефоне тупила. Сейчас у меня есть такое желание встать, одеться и пойти пожарить себе блинчики, начинить их картошкой пюре и жареной ветчиной и с салатиком их поесть. Как вы считаете? Хорошая идея. Погода у нас сегодня вот такая, очень радует. О, Заза прилетел, привет! В общем, с блинчиками обломчик получается, потому что у нас, оказывается, закончилось молоко. Вот, Райан сегодня поехал уже на доставку без меня, поэтому, да, он купит там всё, что нужно. Ну, а я буду обедать. Ну, как обедать? Нет, получается, завтракать. Почему обедать, да? У нас остался вчера салат, потом вареники немножко остались, есть картофель пюре. Ну, в общем, что-то буду из этого мудрить, и как-нибудь так я позавтракаю. Да, я не люблю завтракать сладкими вещами, или там редко я хочу йогурт, всякое такое. Но для начала я выпью кружку цикория. Мы с Райаном несколько месяцев, ой, несколько месяцев, несколько недель назад, или где-то уже месяц, пьём цикорий, и очень даже ничего, как замена кофе. Потому что, знаете, мы очень много пили кофе, и Райан сказал, что это как-то не очень здоровая фигня. Поэтому мы перешли на цикорий, и я уже реально привыкла, я уже даже кофе не хочу. Райан приехал с доставки яиц. Купил мне целый набор разных, короче, чикинов всяких, разных рамёнов. Ой-ой-ой, но моего любимого тут нет. Ну ладно, ничего страшного, эти тоже сойдут. Я уже успела сделать всё, помыла унитаз, раковину, прочёрла пыль, холодильник помыла, там вытащила всё, перебрала. И вот с прогулки только вернулась, сейчас, наверное, пойду в душ. Вот как только мы вышли со свекрови на прогулку, сразу вышло солнце, давай полить, короче. Так что мы все потные. Она ещё тут телефон у меня забыла. Говорит, ну с прогулки вернусь, заберу. Я говорю, не захочешь, не захочешь, говорю ты, возвращаться к нам домой, вот увидишь. И так и получилось, говорит, ой, нет, не могу, всё, пойду домой, а ты потом, как будешь, ко мне идти, привези. Вот такие вот дела. В итоге блинчики всё равно будут. Пока я лежала, у нас наступил вечер, я лежала, читала, отдыхала, потому что я ужасно устала. Райан там что-то такое вкусное готовит на ужин. Жарит картошку вроде с перчиком. Сейчас пойду посмотрю, давайте чекнем, что он там готовит. У нас, ого, у нас дождь собирается. О, вы это видите? А я думала, что это в моей голове уже гремит. Я думала, что я сейчас в оморок упаду. Оказывается, тут вон чё, гром, молния, все дела. Райан, офигеть. Я вообще ж... Зайчка. А посмотрите, какой там цвет у неба розовый. Зай, why is this sky like pink? What happened? Биг какашка говорит. Вот, я же говорю, у меня нюх, как у собаки. Картошка с перчиком, сказала же. Вот, картошечка с перчиком готова. Я не знаю, как Райан находит это, но он нашёл хиты русского радио на ютубе и врубил их. Сверкает молния, грохочет гром у нас вообще, а Райан там химичит что-то с мясом, да? Да, смотрит он свой телевизор у него, вот, его телевизор. Ой, мама мила, да, африканский телевизор это называется. Выходишь на улицу и смотришь, что происходит вокруг. Такая молния сверкает, прям освещает всё. Я вообще в шоке. О, боже, ребят, вы это видели? Да. Райан мне говорит, ну чё, ты не снимаешь то, что получилось? Такой у нас стейк, шаряная картошечка, грибы и цукини. А у меня вот такая тарелочка. То же самое, только плюс ещё помидорки, потому что я хочу свежего чего-то. Порция маленькая на самом деле у меня. У него большая. Приятно... Ой, как вкусно! Приятного аппетита! И следующий день уже, мы встали рано сегодня. Едем на УЗИ, на приём к врачу. К новому уже, наконец-то. С тем врачом так вообще я не поняла, что будет и что происходит. Я думаю, что больше мне нет смысла к нему приходить, потому что он реально непонятный какой-то чел. Два приёма было, как я говорила. Ничего я до сих пор не получила. Хотя я даже писала им на этой неделе, напоминала. Пожалуйста, напомните врачу, что я жду на свой e-mail два заключения по приёмам, по двум приёмам. И реферальное письмо вот это, которое он должен был моему новому врачу передать. Но я ничего не получила, поэтому мы едем без всего этого. Ну и ладно. Мне пришлось надеть платье такое довольно короткое, потому что я больше ни во что не влезла. В штаны я вообще не влезаю, и всё мне давит. Всё мне неприятно, а ехать в машине... Пока вы видите кадры с нашей дороги, и там ещё будет красивое место, которое мы нашли по дороге, уже когда ехали, правда, обратно. И я расскажу вам, как прошёл наш приём. Доктор оказался очень такой доброжелательный, милый, очень общительный, разговорчивый такой прям. Всё нам показал, рассказал. На УЗИ мы прошли, получается, весь вот этот скрининг УЗИ, которые должны были пройти, наверное, ранее. Врач посмотрел все органы ребёнка, которые там только можно было, наверное, посмотреть. Мочевой пузырь. Оценил работу почек, сказал, что всё нормально. Печень посмотрели, вену посмотрели, кровоток, что всё у него хорошо. Потом сердцебиение, измерили его там со всех сторон. Фотографии нам распечатали, боже, такие прикольные фотографии. Ну, как у всех, наверное, да, с профилем, с ручкой там. Ну, что смогли словить, потому что ребёнок как раз лежал головой, получается, к моему позвоночнику. И было трудно поймать его в профиль, да и вообще как-то посмотреть. Вот, ребёнок там пинался, в общем, дрыгался. Проснулся, короче говоря, когда вот лежала на спине на УЗИ. Также доктор определил пол. Сказал, что всё это видно, но нам он сказал отвернуться. Доктор написал в конверте пол. И бумажку завернул в этот конверт. И мы этот конверт отдали свекрови. И у нас будет вот поэтому вот эта весь гендер-пати свекровь нам будет устраивать. Вот такие вот у нас дела. С ребёнком всё нормально. Слава богу, для меня это самое главное. Вот, честно, меня вообще особо не волнует, какого он пола. Больше меня волновало то, что до 20-й, до 21-й недели я не знала ничего о том, насколько здоров и нормально развивается мой ребёнок, да. Но самое интересное, это, конечно, стоимость родов в частной клинике в ЮАР. Это не Йоханнесбург. Город называется Неллспрейт. И клиника называется Меди Клиник. Наш доктор хорошим таким считается, да. Вот многие нам его советовали, и мы вот пошли к нему. В общем, только доктору на руки вы платите около 1300 долларов. Плюс ещё 300 долларов его ассистенту. Это только вот за их работу, что вот они придут и будут сопровождать меня в родах. Дальше отдельная плата идёт за госпиталь. Первая ночь стоит 1000 долларов. Вторая – 300. Третья и последующая по 150 долларов. Также отдельно оплачиваются при надобности, если вам нужна какая-то особая помощь нянечек и медсестёр, тоже им оплачивается отдельно 200, по-моему, с чем-то долларов. И за то, что вы будете в родзале, когда будете уже рожать, 450 долларов. Ребята, ну это просто звездец. Конечно, когда мы услышали эти суммы, эти цифры, мы немножечко потерялись. Да, мы подумали, ну это, конечно, очень-очень и очень накладно. Я хочу сказать, что мы должны будем оплачивать полную стоимость всего, потому что у нас нет страховки. У мужа есть страховка, но она не покрывает такие вещи, как роды, и я не успела под неё подключиться, поэтому в любом случае, да, вот для нас вот именно такие цены выставляются. Поэтому мы пока ещё решаем, принимаем окончательное решение и обдумываем все возможные варианты, где и как можно ещё родить. И поэтому, да, пожелайте нам удачи. Всем привет! Я после душа, поэтому вот такие у меня пакли. Я проснулась, и первым делом, о чём я позаботилась, это, конечно, о себе. Пошла помылась, привела себя в порядок, тыры-пыры, пятое-десятое, и сразу позаботилась о том, чтобы у Райана был сегодня обед. Потому что он пошёл работать, он пошёл помогать соседям устанавливать ворота. Вот. А я сейчас буду завтракать. Покажу вам, чем. Вот и мой красивый эстетичный... Ну, ладно, ладно, пусть будет эстетичный, ладно. Завтрак. Это у меня, в общем, мюсли такие хрустящие, да, запечённые вроде как. Так, я сюда добавила изюм, клубнику свежую нарезала. И вот это вот, это уже готовая смесь. С орехами она была, да. А это я просто так, в прикуску ем. Я очень люблю грызть вот орешки с изюмом всегда. Вот орехи и изюм я уважаю. Я ещё курагу люблю, но здесь как-то я не встречала вкусную курагу. Сейчас это всё я залью вот этим маленьким стекенчиком йогурта. И будем с вами зал утракать. Надо ещё чай поставить. Я уже второй раз была в душе, причесалась, мы пообедали. И сейчас я понесу бокс. Потому что завтра у нас же этот гендер ревилл, да, гендер ревилл. Вот, гендер пати, в общем, у нас будет, да. Я уже, наверное, сто раз сказала. И я сейчас понесу бокс, в котором моя свекровь спрячет какие-то штучки. Которые она купила для ребёнка. Вот, или для меня, не знаю. Это я вот такую зелёную какашку пью. Захотела всё-таки газировки. Вот, а так вообще-то воду пить надо. Воду. День подошёл к концу очень быстро. А на ужин у нас сегодня жареная рыбка, пёре и салатик. Поэтому всем приятного аппетита. Спасибо, что смотрели это видео. И пока-пока.